Всех приветствую на своем канале. У меня тут был камень такой, что человек хочет пустые баночки. Месяц еще не закончился, но я на неделю или где-то дней на 5 в понедельник уезжаю в деревню, и, соответственно, пустые баночки вряд ли, ну, как бы, так сказать, вряд ли у меня что-то за неделю тут само по себе закончится. А то, что уже близится к концу, в принципе, можно уже обозреть сейчас. Дабы не делать это в попыхах, 31 числа, мало ли что, еще когда будет. В общем, начнем. Тут одна, по-моему, баночка съедобная, от чая ПР практически, и остальные баночки, как обычные баночки. В общем, первое, что достают, у меня закончилась эта соль. Виргинская магнолия, organic shop, соль жемчужная, соль даван, органический экстракт магнолии, жемчуг 250 мл, без СЛС, парабенов и силиконов. Это вот тот, который я покупала по скидке 559 рублей, кажется, в магазине Калина, когда последний раз была в Ярославле, и встречала, и гуляла с Аленкой и Настей. Ну, Настю мы потом уже встретили, там было еще до Насти. В общем, такая хорошая вкусная соль, у нее срок годности был до июля сего года. Сделана она была в 2014 году, после вскрытия она жила 6 месяцев. Ну, в принципе, мы тогда еще и персовщица, но посчитали, что то, что оно... Во-первых, мне очень нравятся жемчужные сольки, во-вторых, ну, оно же все-таки не еда, и подумаешь, что оно заканчивается сроком именно сейчас, как раз вот в этом месяце. Я ее делала. Я 2-3 раза принимала соль, ну, в смысле, как-то эту соль для ванны, именно в виде, как в полноценной ванной несколько раз делала тазики для ног с этой солью. В общем, 4 столовые ложки растворить во всем объеме бла-бла-бла этой ванны. И 10-15 минут принимать эту ванну. В общем, на самом деле, эти столовые ложки вот этой сольки, она вот... Ну, я думаю, представляете, что такое жемчужная соль, эти маленькие такие жемчужинки, до сих пор еще вкусно так пахнет. Не знаю, как передать, но цветочное, что-то такое ненавязчивое, но классное. Такой летний бы, Аленка, сказал аромат. В общем, ну и... Ну, как бы, она очень экономичная. Я когда делала именно 4 столовые ложки, иногда 4 столовые ложки с горкой, иногда чисто так на глаз сыпала, но ее, в принципе, хватило бы на дольше, но я уделывала ее в основном в тазике для ног, потому что что-то как-то у меня не всегда сил хватало на полноценную ванну, или вода у нас из горячего грана текла, а чаще всего ближе к вечеру такая долго-долго холодная, и часа 4 ждешь, чтобы она нагрелась, легче было просто сделать тазик. В общем, классная соль. Я вообще думаю, что это красная цена для нее, оптимальный вариант 59 рублей. Все остальное наценка. В общем, хорошая соль, и я, конечно, вообще мне нравятся соки от Organic Shop. Буду еще покупать и по скидке, и без скидки. Так, следующее. Оно у меня еще не закончилось, но так как я тут еще сколько-то времени пробуду, когда приеду, тоже доделаю. Я думаю, что ее можно уже обозреть. Это то, что мне приходило от Savonry на обзор. Я тогда делала отдельный обзор, если кому интересно, то я оставлю в инфобоксе, скорее всего, ссылку на это видео, или просто в самом видео поставлю вот этот такой кружочек, в инфобоксе, там, тыркаетесь на него, и вам предлагается квадратик с видео. Типа, перейдите, посмотрите. Это шампунь и гель для душа два в одном. На самом деле он шел в категории для мужчин. Я уже потом увидела, когда он мне пришел, вместе с другими продуктами от Savonry. Savonry – это питерская компания. Можно ее сравнить с Green Mama или и Фраше. Даже, наверное, на первом месте по натуральности компонентов ее можно поставить потом уже и Фраше, и Green Mama где-то так, в равенство. В общем, тут у нас активные компоненты. Это экстракт дыни, масса абрикосовых косточек, жаба и оливы. Провитамины B5 и алантаин без СЛС и парабенов. 100% органик. 250 мл после вскрытия живет 12 месяцев. Ну, вообще живет 12 месяцев и сделан. У нас был 9 марта этого года. В общем, вполне себе такой нормальный состав. Экономичный очень, очень классный. Хорошо промывает волосы. Я в последнее время вот сейчас его использую. Действительно, сначала на волосы, потом на тушку. Ну, и я никогда не пробовала ничего с дыней. Вообще, аромат дыни. Дыню я сама по себе могу есть. А вот там мармелад с дыней, еще что-то с дыней меня воротит. А вот в этом плане, как гель для душа или шампунь, в общем, очень классный. Ну, в общем, тут такой дозатор. Вообще, много говорить о нем не буду, потому что есть отдельный обзор на этот продукт. Но очень классный. И, в принципе, я бы, может, себе как-нибудь потом заказала. Или такой же, или что-то в этом роде. Вообще, я люблю, когда два в одном. Мне одно время нравилось то, что у фраше было. Там гель для волос и душа. Не знаю, сейчас они существуют у них или нет, но было в серии такое унисексовое. Если тут какие-то звуки, то у меня товарищ со старой стиральной машиной запрыгнул на холодильник. И, возможно, что-то пытается скоммунить. Иногда он прыгает выше. В общем, вот такой вот универсальный вообще, я считаю, вариант. Я его сливала, маленький флакончик брала с собой, когда путешествовала в Великий Новгород, Пскоп и Пушкинские горы. Хоть там в гостинице и были такие маленькие шампуньки, но они для меня вообще бесполезны. К тому же у нас в этот раз были в гостиницах исключительно кусочек мыльца и малюсенькая шампунька. Гель для душа как-то не предусматривался. В общем, мне он ушел и туда, и сюда. И вот сейчас я его доделываю. Хоть тут вроде кажется немножко осталось, но на самом деле он действительно очень экономичный. Совсем чуть-чуть нужно, чтобы и на то, и на другое. Но решила я его все-таки обыгрыть в густых баночках. Так, следующее. У меня практически заканчивается. Тут даже видно, что совсем чуть-чуть осталось. Это у меня крем для ног. Вообще неповедливо покупался 25 рублей. У меня что-то закончился крем для ног. Я поскакала в этот местный магазин, который раньше назывался Черный Кот, потом Пирамида или еще что-то, или Лабиринт. Я даже не знаю, как он сейчас называется. Ну, по-моему, хозяин там один и тот же. А вот, да, Пирамида раньше там была, какой-то кафе. Не родная была в этой Пирамиде. Ну и, в общем, это здание такое, там деревяненькое, в этом домике, магазины. Вот хозяин один и тот же, мне кажется. Название вечно меняется. Вот я там купила такой крем, там, ну, такой вот, все можно практически купить, кроме еды. Хотя, не знаю, может, сейчас даже еду можно. Тут крем для ног питательный. Гармония для тела, гармонии в боди. Гармония тела и природы 75 миллилитров и риса массаж и крем для ног питательный. Ну, его советуют наносить, в общем, тут 75 миллилитров, после открытия 6 месяцев живет. И советуют его наносить вечером перед сном. Способ применения на чистую сухую кожу, стоп, перед сном. Но я его не только перед сном, а и утром использовала после душа. И вообще, если, знаете, лето же сейчас, у нас наконец-то тепло, и придешь с улицы, и жарища, и, соответственно, сразу в душ стуешься. И после него, соответственно, кремиком этим. Классный крем. Ну, не сказать, что он какой-то супер чудодейственный, но вот сейчас пятки свои поищупаю. Вечером действительно и ароматы сам по себе снимают усталость. Что тут у нас? У нас тут активная формула крема, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Экстракт риса глубоко увлажняет кожу массажей, освежается, смельчает. И мгновенно снимают усталость. Действительно, мгновенно снимают усталость. И депантенол стимулирует клеточное обновление, надолго предотвращает сухость и трещин. Трещин у меня фу-фу-тук-тук никогда не было. Но я даже вообще не представляю, что это такое. Но действительно сухо снимает. Конечно, пяточки не настолько там нежненькие и мягонькие. Но не такая наждачная бумага, как у меня раньше была. Если какой-то звук, а то у меня с ноги упала тапка. В общем, тут осталось совсем немножко. Тут довольно такой хороший дозатор, дырочка такая. Он был зафольгирован. Ну и вот такой нежный, такой кремовый крем. И он очень быстро впитывается. Я мазала иногда еще ноги ближе к... Ну, так вот, до колена иногда у меня так получалось. Ну, в общем, хороший, классный, бюджетный, очень бюджетный крем. Я вообще совершенно случайно тогда его хапнула, чисто из-за ириса. Ну и, в общем, не разочаровалась, очень классная вещь. И фирма у нас вообще тут ООО Синтез сделана, кстати, тоже в Питере. Спектр, Хим, что-то такое. Ну и срок годности у него вообще 24 месяца. И сделан он был в январе 2017 года. Я его купила, кажется, вообще где-то в феврале. Где-то, да, в феврале. Ну, в принципе, вот сейчас он уже, после вскрытия, примерно так вот он уже полгода и прожил, наверное. Ну, что, как раз я им пользовалась и мне пришла тогда вот на обзор то, что я сама выбирала от Саванри и крем для ног. Ну и, соответственно, я им пока пользовалась, потом уже доюзывала этот ирис. Ой, блин, не падает. Что у нас тут по времени? Еще есть время. У меня заканчивается, хотя на самом деле, мне кажется, что там еще, может, ну, недели на две хватит тот крем, который я в прошлых пустых баночках не стала обозревать, потому что он еще был. Это Милк, хорошее настроение, крем для рук. Карамельное лакомство. Я его покупала на Озоне в довесок, ну, в общем, делала заказ родственнику на свой аккаунт. И нам было до минимальной доставки на базу выдачи у нас 500 рублей, не считая самой этой оплаты доставки, сумма заказа. И мне надо было просто чем-то добиться. Он, по-моему, 47, что ли, рублей мне обошелся. Аленкой мы тогда ходили, она мне рекламировала, что вот, в колене есть такие крема дешевые, они даже без скидки сами все дешевые. Что-то около 50 рублей. И вот я так стала подозревать, что это, наверное, те же самые крема, что вот у меня. И он, ну, по отзывам я читала на Озоне, что он жидкий очень. Если я его, когда я купила, точнее, он мне пришел, ну да, купила, его вот так вот лучше не ставить, потому что он стихает туда. И вот открываете крышечку. Она, конечно, крепко закрывается. И очень много сразу выливалось. Он очень жидкий, но он, если даже совсем чуть-чуть его нанести, он шикарно вообще впитывается. Руки увлажненные, долго увлажненные, кстати, вот. Ну, помыл руки обычно и каким-нибудь кремом там. И уже на заново малаться, нифига. Вот тут помыл руки, посуду помыл, еще что-то. Как-то не хочется мазать руки, потому что он впитывается, и они действительно шелковые становятся. Вот тут, в принципе, много чего написано было. Тут он, так, у нас натуральный экстракт какао и протеин молока. Да, объем тут 75 миллилитров. После вскрытия тут, по-моему, нету такой фигни. Ну, и он действительно офигительно пахнет. Вот так вот, карамельное лакомство. Очень классно. Ну, и вот мне вот этого тюбика, несмотря на то, что он очень жидкий, он действительно очень экономичный. Мне его хватило больше, чем на два месяца. И вот еще что-то там еще есть. Вот столько, наверное. Ну, где-то, может, одна треть. Ну, и что бы еще-то про него сказать. Да, вот, кстати, когда Аленка часто говорит, что тюбики там этот не зафольгированы, вот если крышечка у тюбика откручивается, то обычно на самом тюбичке там есть, вот, допустим, как на этом креме, да, там есть фольга. Иногда нет, значит, не зафольгированный. А если крышечка у тюбичка не откручивается, а просто открывается, то он по-любому не может быть зафольгированным, Потому что, ну, она не открывается Эта крышечка не снимается, вы первооткрываете Так сказать, как в то время Кто-то из консультантов Гринмама ответил На старом еще форуме девочке Одно на вопрос. В общем, классный крем Бюджетный, классный Экономичный. Я считаю, что за 57 За 47 он мне, по-моему Пошел за 47, ну, даже если в магазине Он 50 стоит. За 50 рублей Такой крем на 2 месяца 75 миллилитров. Мне обычно 75 миллилитров На месяц хватало. Иногда меньше А тут вообще шикарный На 2 с лишним месяца Я уже 2 месяца им пользуюсь И тут еще прилично осталось Не совсем Пустая баночка Так, у меня закончился, хватило на 2,5 месяца Шампунь-целитель Диактерный с березовым дегтем Экстрактом, корни репеника И пантенолом для волос любого типа Это моя тетя после того, как я подстриглась Посоветовала мне этот шампунь Она им пользуется сама В основном, по-моему, продается исключительно в аптеке Я покупала за 110 рублей Тут 250 миллилитров Он очень экономичный Может осталось еще на пару раз Уже чисто вот так перевернуть и стряхнуть Я-то привыкла уже, что много выливаю Потому что все какие шампуни попадались Чаще всего надо было больше выливать, чем тут И первый раз-то я не сразу поняла А потом уже он, правда, запах у него специфический Я Ленка говорила, что ее таким детстве мыли И он ей очень нравится Я помню, что одно время мне мыли Я сама мылась с этим диактерным мылом Ну, и запах, ну, если вы не представляете, что это такое Сходите в какой-нибудь мото-клуб Напроситесь там кому-нибудь, понюхайте вот этот бензин Вот примерно так же пахнет Но он очень классный Шампунь превосходно очищает волосы Кожи головы предупреждают образование перхоти И засаливания волос Успокаивает распаление и зуд Улучшает рост, структуру и прочность волос Придает им тучность и блеск Обеспечивает расчесывание и укладку Единственное, я так понимаю, что у меня волосы все-таки Ну, как говорят, советуются, что надо иногда менять шампунь Периодически менять Я думаю, волосы у меня к нему привыкли или устали от него Потому что вот за два с половиной месяца Последний раз я когда мыла, у меня уже не были Такими пышными А так обычно Вообще я мыла волосы каждый день практически Очень давно уже Раньше мыла где-то раз в три дня, раз в два дня Иногда бывает, что раз в два дня Но тут получалось так, что допустим Я утром их расчесывала, они еще более-менее пышные были А последние пару раз, когда я мыла Они уже как-то были без объема Как-то прирезанные И хотелось или какой-нибудь бальзам к нему добавить Или просто сменить шампунь И благо он уже заканчивался А потом, конечно же, обязательно такой шампунь повторю Благо в аптеке он есть Ну или, я думаю, на зоне возможно есть Вообще, я хотела посмотреть на зоне Если он там и почем это счастье Чисто за сравнение Меня зазвонил телефон В общем, я, конечно, это все вырежу и сложу Но на всякий случай повторю Диактерный шампунь В общем, если вы не стесняетесь из этого аромата У вас тонкие волосы Либо вы их испортили какой-нибудь краской, завивкой или еще чем-то Или просто вы хотите как-то улучшить их состояние То я вам советую вот такой шампунь 110 рублей за 250 миллилитров на 2,5 месяца Я считаю, что это очень нормально Ну и продолжим Пока у нас еще есть остатки света дневного Я тут, как вы заметили Снимаю совсем совершенно на новом для меня месте Для вас тоже это на кухне Причем на кухне я уже снимала Но на кухне именно лицом к окну Так, потому что в комнате я тут пока собиралась То есть все, думала одно записать Потом другое все снять Потом в результате поняла, что вроде как-то уже надо Как-то соображать Потому что уже время идет Ну и получилось, что света оказалось больше на кухне На тот момент В общем, у меня закончились Я их уделала Слушайте, уделала в прямом смысле Что-то я на себя так выливала Это духи Ночное диско в Лавер Патти Бинайт и Фроше Цветочное диско Цветочное и ночное диско от Фроше 50 мл То у них, по-моему, у Лимитка Но она все еще у них есть в наличии Ее можно приобрести Одни мне приходили в подарок Я их дарила Аленка Мне приходили В общем, приходили в подарок 2 мл Такая отпрыскалка Я ее быстро уделала Еще в 19-м году, когда ездила В 2014-м, когда ездила через Питер в Карелию Туда и обратно Через Питер оба раза И первый раз, когда нас встречала В первый день Утром мы приехали Вечером мы поехали В Петрозаводск с знакомой На поезде И тогда он меня выгуливал Наш приятель И Юлька, с которой мы общаемся Иногда я обозреваю посылки С нее сладкие Раньше обозревала В общем Подружка моя из Питера И вообще из Северска Мы когда гуляли Как раз у меня были эти духи Спрейчик такой 2 мл Я помню, Миша тогда показывала Он хоть мужчина Женатый Прилично меня старше С дитями С дитем Ну и он Почему-то всегда мне это Когда я думаю Заказать или не заказать духи Он всегда говорил Надо, надо, надо Типа это Лучшее деньговложение Для женщины Это типа парфюм Ну и Я не помню Но что-то он тогда Вроде восторгался Этими духами Короче говоря Вот такой звакончик Мне в свое время Подарил мой бойфрент Очень уже бывший Там еще был Набор такой 200 мл Гильдадуша И вот это вот И что-то он у меня Тогда дико не пошел Они для меня были тяжелые Аромат зимой Я их вообще не могла Пользовать Хотя вроде как Зимой они должны были Согревать Согревать аромат Тяжелый Тяжелый аромат Для зимы Самое то А летом Уж вообще не могла А тут что-то буквально Недели за две Может даже меньше Дней за 10 Я их как-то на себя Так уделала Что все эти 50 мл ушли Тут вообще Практически Ни капельки не осталось И раньше Я коллекционировала Все эти крышечки У меня все Пять, как кажется Вариантов Когда цветочного диска Были Но Сейчас я уже Последний раз Эти крышечки Выкинула Я не знаю Наверное Тату уже выкину Типа надо подарок Хранить Там еще стишок Такой был Я не помню Где-то у меня лежит Письмецо От этого подарка Ну в общем Внезапно Руки дошли И прониклась И они мне Что-то показались Очень легкими В общем Пошел мне этот аромат Очень так хорошо Вряд ли я буду Сама себе его покупать Потому что мне все-таки Больше нравится Классическая красная Цветочная диска Ну еще розовая Очень нравилась Но розовую Давно-давно уже сняли Еще в 12-м году Как выпустили Так и сняли Ну и в общем Не знаю Буду ли я такое приобретать Ну и если кто-нибудь Решит мне подарить Такое Конечно я буду рада Я с радостью Приму такой подарок Но сама вряд ли Буду себе покупать Дело не в цене Дело чисто в самом Что как-то они у меня Неоднозначное мнение У меня относительно Этого цветочного диска Но если вы не знаете Как это пахнет То просто Сходите в какой-нибудь Бутик и фрешей И пресните на Балмажечку И понюхайте Ну а так Для меня он сейчас пахнет Вообще неуловимо Как-то Пытаюсь выпрыснуть То чего там нет уже Ну очень такая Нотка есть Какая-то Чуть уловимая Того что это Все-таки Ночная цветочная диска Такая Чуть-чуть Такой не знаю Мне кажется Сейчас какой-то Малиной Цитрусами Мандаринами Апельсинами Ну что-то Вот такое Совсем легкое Улавливается Что оно Отличает Немножко От классического Красного Но как-то Вот Хочется сказать Ни о чем Потому что я на себя Прилично так выливала Чтобы их почувствовать Но говорят Что когда девушка На себя воевает Кучу духов Чтобы их почувствовать Это ее духи Мне так сказала Одна женщина с коляской Лет 15 назад Когда я шла В цветочной Попрыскавшись Эйвоновской Пербанкой Она меня остановила Говорит Ох Мне так было неудобно Что от меня Как-то воняет Она казалась Воняет Она говорит Нет-нет Тоже мои Типа любимые духи Если вы на себя Выливаете Не замечаете Этого Самого аромата Значит это ваши духи Причем вот такие дела Такая пустая очередная Баночка Там вроде еще какие-то Духи должны быть Не знаю У меня тут Закончилась Одна единственная Кстати Я-то думала Что какая-то Суперкорейская косметика Которую в России Не найдешь Я вот именно Вот такую же Один в один Увидела В этом у нас Магазине Атак Который То же самое Что Ашан Только Атак Не помню По-моему Соленки До него так и не дошли А тут Шелушиваешься Подушечка Для глубокого Очищения кожи Двухсторонняя Это мне Настя Зарезкая Привет тебе Ты смотришь Меня вдруг Еще Присылала В какой-то Поменяжке Или в подарок Я уж не помню точно Но в общем Присылала она мне Ее Вот так вот Она выглядит Тут вот С одной стороны Она вас Типа Ой Пакетик у меня Пал С одной стороны Она вас Как-то очищает С другой стороны Она вас увлажняет Я вообще Прикола не поняла Для чего Эта подушечка По-моему Так это Пустая трата Времени Денег Все прочего Не Конечно Спасибо За возможность Попробовать Она как-то Даже немножко Пахнет Чем-то Таким Тут у нас Вроде как Алло Вообще Двухсторонняя Подушечка Для глубокого Очищения И выравнивания То на коже Четыре в одном Формула Очищает Отшелушивает Выравнивает Увлажняет Без парабенов Все таки Похожие Одна Двухсторонняя Подушечка Тут вполне себе Нормальный Такой Состав Что-то Куча Всего Каких-то Трафу И растений Я даже Перечислять Не буду Очень-очень Много Всего Но Что-то Она как-то Мной Мы с ней Друг друга Не поняли Может Конечно Кому-то Она больше Подойдет Так У меня Закончился Второй шарик Который Я тоже В Атаке Покупала Тогда Кажется Я даже Покупки Какие-то Обозревала Тогда В феврале Аж В феврале Как-то Я покупала Как раз В канун Своего Дня Рождения Или Вообще Свой День Рождения Это У нас L Cosmetics Что это Вообще Ежедневный Уход Бурлящий Шарик Для Ванны Молочный Шоколад У меня По-моему Два Таких Шарика Было Они Сделан Он Был 28 Декабря А не 28 Января 2000 В общем Этого Года Состав У него Полни Себе Нормальный Сухой Молокоморская Соль Глицерина Кстрак Цветков Ванили Масло Молодых Зерен Плодов Шоколадного Дерева Видимо Старые Зерна Еще Бывают С плодами Шоколадного Дерева Молочные Зерна Молодые Зерна Плодов Шоколадного Дерева Шипучая Соль Как Меня Просили Давно Сделать Видос Если Я Буду Снова Делать Шипучую Соль Для Себя Одно Время Делаю Но Что То У меня Руки Не Доходят Стабильно Вспоминаю Про Этот Запрос Когда Начинаю Подрывать Чего Такое Классно Хороший Шарик Он Как То Рублей За 40 Чтобы У меня Обошелся Самый Прикол Что Потом Я Пришла Через Месяц Или Через Какое То Время Они Уже Были Чуть Не По 200 Рублей Шарики Не Знаю Чем Это Было С 100 Грамм Взял На Швейцарии Для Японии Слушайте У меня Была Розовая Light Katana Original И Black Katana Я Вообще Хочу Red Katana Но Что Я У Нас Не Вижу Эти Видать У меня Такое Ощущение Что У нас Люди Смотрят Некоторые Из Углич Мои Обзоры И Потом Привозят Свой Магазин Потому Что До У нас Магазин Акули Вообще Нельзя Было Найти Только В Атрусе Где Я Случайно Увидела Купила Потом Уехала В Калининград На Экскурсию К своей Подруге Саше И Вернулась Как раз После 23 Отроля Никакого Кофе Обушеного Атрусе Я Не Бла Вообще Атрус Правда Он Отсажение Не Закрылся Если Кому Интересно То У меня Видео Обычно Уже Висит Ну А потом Под старыми Тоже Исправлю Чтобы Было Везде Все Ссылка На Мой Инстаграм И Там Как раз Есть Такая Фотка Специально С телефоном Сфоткала Подошла Короче Как-то Шла По-моему От Маши Недавно Тут Увидела Ну Гляну Чисто Что там С Атрусом Случила Значит Магазин Атрус Закрыт Вообще В общем Ну Это Отдельная История Про Магазина Атрус Но Суть Такая Что Сейчас Пятерки Есть Такой Кофе Черный Или Оригинал Потом Лайт Я вообще Нигде Не видела Магнит Оригинал Причем Магнит Он Продавался За 700 Чем-то Рублей И Типа Написано Что Это Скидка На самом Деле Он Стоит Дороже Через Дорогу В Пятерки Он Продавался За 450 Но Что-то 700 Чем-то Рублей За 100 Грамм Заказывать На Азоне Меня Как-то Очень Душит Жаба Хотя Вот Я Первый раз Покупала Не Ну За 500 Что-ли Я его Покупала А Ред Катана Я бы Купила Но Я Тоже Кроме Азон Пока Нигде Не видела Меня Пока Душит Жаба И У меня Еще Есть Сейчас Кофе В Зернах Плюс Кофемолка И Меня Из Мельфюрова Турка Наверное Как-то Это Кофе До Января Следующего Года Срок Жизни Там Еще Грамм 200 Наверное Тех Зерен Как-то Это Надо Уделывать Но Если Вдруг Кто Решит Сделать Приятное Лёле Адрес Под Каждым Видео Есть До Востребования Почтовый Не Я Ни К чему Не Агитирую Но Вдруг Кто Решит Если Решите Мне Сделать Приятное Выразить Как-то Своё Спасибо Выразить Своё Восхищение То Я Буду Рада Получить Подарок Какой-нибудь Кофе Бушедо Растворимый В Такой Баночке Вообще Мне Что-то В баночке Коллекционирую Вообще Люблю Такую Хрен Оттень В Общем Я Буду Рада Получить Подарок Ред Катану Или Лайт Катану Слив В общем Молоком Сбивала Кот У меня Залез На стол Сбивала Я В общем Так Чего Он у меня Пытается Скажет Там Все Закрыто Сделала Себе Капучино Именно С этим Кофе Если Вам Интересно То В инстаграме По-моему В инстаграме Я скидывала Эти фотки Может На странице Вконтакте Я Сделала Сейчас Новую Интеграцию Инстаграма На Контакт Ссылки Канала Вконтакте Есть Под Видео Теперь Так Что Если Интересно То Велком То Хел В общем Если Досмотрели Вы до Конца То Вам Огромный Позитив Наверное Сейчас Уже Темно И Я Будь Клюму Все В дыму И Ничего Не Видно И Спасибо За Просмотр Пока